успех это вообще понятие очень субъективное для кого-то это но где-то кто-то себя реализует там в творчестве кто-то себя реализует в профессиональной деятельности кто-то в семье кто-то в детях тот кто в чем для меня успех это некая совокупная составляющая прежде всего во все во всем вот во всем окружающем мире меня должна окружать свобода и тогда я чувствую себя успешной то есть когда как тигр клетки это уже не успех в бизнесе много рамок ограничений с каждым днем становится все больше и больше рамок ограничений нас подпирают снизу снизу нас подпирает конкуренты сверху нас подпирает законодательство сбоку нас подпирает наши клиенты и конечно ограничений невозможное количество но при всем при этом бизнес это творчество но ты когда есть возможность творить это уже свобода это уже самовыражение некая но вот сейчас например сейчас кризис найти ну тяжело но то есть со всех сторон подпёрли с одной стороны государство очень хочет чтобы мы побольше налогов заплатили потому что кажется что только с нас можно денег взять с другой стороны клиенты начали считать деньги с третьей стороны конкуренты демпингуют но то есть казалось бы вообще полнейшие рамки и то есть чувствуешь себя запертом ты душно в этом пространстве наоборот получается что есть некая перспектива то есть ты перед переходишь на новый уровень начинаешь творить начинаешь выдумывать то есть шел бизнес по рельсам там на протяжении 19 лет никуда не сворачивал а сейчас над мэра мы живем в этих в данных нам обстоятельствах и в этих обстоятельствах та модель бизнеса которая существовала она уже становится нежизнеспособны значит соответственно это новый рывок это новая возможность творить но сейчас очень много возможностей на мой взгляд после восьмого года мы девятый год практически не почувствовали как кризис потому что он был очень краткосрочно там 8 9 а 10 с 10 там по 13 год это были но очень тучные года когда вот можно было почивать на лаврах вообще вот ничего не делал как знаете да это до седьмого года то есть палку в землю воткнешь и она начинает свести но это так и с с этими тремя годами и честно говоря было скучно то есть в общем знаете когда ничего не подстегивает и не и в общем и нет стимула развиваться а когда подпирается всех сторон то это совсем другое дело уже совершенно по-другому себя чувствуешь ощущаешь честно говоря да мне сейчас тяжелей но интересней критики я отношусь не очень хорошо это первая моя реакция на любую критику это баба яга против то есть я не согласна с критикующим но благо здравый смысл обычно все-таки превозгладает и я как бы ну то есть надо ночь переспать даже даже может быть оставить эту тему отойти там отойти в сторону но потом подумать немножко и и бывает что там через какое-то время через там и когда через 10 минут когда через десять лет я соглашаюсь выдасти вот в этот в этом случае вы были правы и стараюсь меняться то есть я понимаю что как бы критика имеет под собой какую-то действительно почву я стараюсь меняться чаще всего меня критикует моя дочь вы файки дочери я все делаю не так ну все не так самый главный критикан то есть это я от семьи до работы домой в моих хобби вот с вот с такого возраста как говорит начала так начала меня критиковать и так и продолжает на критику моей дочери я реагирую по-разному иногда это бывает агрессивная какая-то критика тогда конечно я тут же противовес взрываюсь иногда конструктивно кажется и действительно то есть но конструктив обычно связан с бытовыми какими-то вещами но ты и на бытовые вещи проще отреагировать потому что сразу очевидно то есть если говорится что-то правильное то сразу очевидно что это правильно но если какой-то философские вопросы как в принципе как это какой-то слой жизни там критикуется то конечно только впоследствии можно понять там спустя длительный промежуток времени то есть хорошо это или плохо правильно это было или нет согласиться или отказаться вообще конечно реакция на критику у меня не всегда положительные мои подчиненные стараются меня в глаза не критиковать они с корейского стараются подсказывать что-то но поскольку мы работаем коллегиально то есть я не могу сказать что я не авторитарная не принимаю решение сама по себе а потому что я не специалист во многих вопросах то есть знаете то есть что такое руководитель он руками 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 водит вот то есть на каждом отдельном участке работ работают профессионалы то есть не считаться с их мнением это просто преступно зачем они тогда работают зачем получают зарплату если не буду считаться мнением профессионалов поэтому любой любой какой-то важный вопрос или проект или что-то это находит коллегиальное обсуждение естественно в моем процессе коллегиальных обсуждений это не в форме критики это форме как бы собственного мнения и это мнение может идти полностью вразрез с моим и меня можно убедить и я убеждаема то есть если это имеет под собой разумную почву то есть я соглашаюсь но это опять же это в процессе дискуссии то есть не в процессе критики критики а вот софи владимировна вы не правы нет не так давайте обсудим тогда да тогда можно добиться результата мне легче всего работать женщинами а женщины были усидчивы более детальные более вдумчивы лучше знают что они хотят мужчина он глобалист он он сразу группа планов громадье то есть как мы это делать не это не важно как мы это сделаем вот мы давайте сделаем вот вот у нас там город сад но простите до города сада если у нас здесь выжженная пустыня туда города сада нам довольно далеко нам еще надо как-то это каналы прорыть оросить вот что-то там вас делать посадить и только после этого будет город сад то есть женщина скорее скажет так для того чтобы у нас был город сад надо сделать вот это мужчина скажет пусть будет город сад а дальше кто-то должен сообразить как именно поэтому поскольку я сама женщина мне проще работать женщинами но у нас компании довольно много мужчин который наверное очень не просто работать со мной на мой взгляд эра женщина приходит вынуждена то есть женщина по большому счету наверное прошла этап вот эмансипация то есть у нас в 20 20 веке в середине 20 века даже начальник 20 века начало начался период эмансипации и женщина как бы восстала тип заявила о своем равенстве полов о равенстве собственного голоса я считаю что ни к чему хорошему это не привело потому что женщина на самом деле действительно она более выносливая она до менее сильная но в смысле физически она более выносливая она более трудоспособная и вообще в принципе век женщины уже природа доказана он дольше чем век мужчины то есть средняя продолжительность жизни женщины вообще везде по всему миру она лет на 10 побольше чем средняя продолжительность жизни мужчины поэтому в принципе я я то считаю что зря мы собственно говоря из патриархата то выбрались теперь не знаем как обратно туда залезть а уже никто не пускает потому что мужчинам очень понравилось что женщина вырвавшись вперед и забрав эту пальму нет не открывайте мне дверь я сама здесь открою нет не носите мне сумки я сама поднесу вот сожалению большая масса мужчин оказалось именно на диване благодаря усилием эмансипированной женщины на сегодняшний момент женщина начинает жаловаться что ну как же так я же существо слабое зависимое что то я как-то не очень слабые и уже совсем независимая уже как-то что-то вот не то а мужчина уже все отказывается нет все вы просили равноправие пожалуйста кушайте столовой ложкой в девяносто третьем году было все прекрасно у нас был дикий капитализм период накопления капиталов все все как полагается мы через все прошли через малиновые пиджаки и стрелки за мкадом когда я одна приезжала на стрелку и стояла там три джипа с бандитами чуть ли не с автоматами ну правда как полагается в голде и малиновом пиджаке и я на свои у меня на шестой модели жигули только прижал у меня был маленький руль десятилетняя шестерочка вот спортивный руль литые колеса вся была тонированная такая бандитская наверно от какого-то бандита в нефтере попавших я приезжал на стрелке очень было интересно знаете это было очень смешно как я с ними договаривалась я при на приносила такие папочки а в папочках были инвойсики там вот проплаточки там все было все было подшито подобрано они же по понятиям я говорю ребят смотрите вот и папочку открываю они в этой папочке вообще ничего то им и можно было принести вчерашний цен на пшеницу даже они все равно не понимали что там было но это так производил такое неизгладимое впечатление что я говорю подождите а вот а вот пожалуйста сумочка расставались мы так ну на самом деле всего две таких стрелки расставались мы в нормальных взаимоотношениях то есть не то чтобы друзья но во всяком случае претензии с нас снимать это нас то это вот кстати панта партнеры мужчины нам помогали так и со стрелками у нас бизнес был он был абсолютно не криминальные мы занимались шампунями там и поставляли из германии шампуни поставляли не только мы вот и наши долги как бы вот другие поставщики перекладывали на нас показывать пальцами говорили что вот это они должны так что такая была история карьера в жизни женщины далеко не главное она конечно хороша и нужна и если женщина настроена на реализацию себя в карьере но в целом наверное карьера меч не мешает личная жизнь и личная жизнь мешает карьере поэтому тут уже какую реализацию себе женщина выбирает если она были выбирает реализацию то страдает семья есть стран если семью то страдает ее реализация мне практически это не удается совмещать семью или семью и карьеру меня все время что-то страдает либо семья либо карьера но карьера наверно ве меньше а семья в общем то видимо привык вам но это тяжелое испытание постоянно то есть потому что семья требует моего наличия дома карьера требует моего наличия на работе это неразрешимо мы у нас дома с работы все-таки разделе разделимы неразрешимый конфликт поэтому каждый раз приходится решать каждый день фактически приходится решать а что для меня важнее провести вечер семьей или провести вечер как бы на встречах с друзьями там или ну или с коллегами на каких-то конференциях каких-то презентациях и так далее то есть каждый каждый день взвешиваешь это что важнее что нужней женщинам которые хотят заняться бизнесом сейчас в россии честно говоря дам совет и не заниматься это совершенно совершенно не нужно я считаю что это либо бизнес должен быть абсолютно для себя и для своего удовольствия либо если вы хотите зарабатывать эти деньги то поставьте крест на всем остальном и занимайтесь только им и прежде всего если вы чем-то занимаетесь то сначала продумайте чем вы будете заниматься то есть не как в омут с головой в бизнес нельзя прыгать особенно в текущем моменте своим коллегам ритейлером я хотела бы пожелать не паниковать потому что панические настроения сейчас есть существует люди не знают куда бежать то ли закрывать то ли открывать если не знаешь что делать то лучше остановиться постоять и посмотреть если совсем как бы плохо ну можно немножко секвестировать бизнес но но ни в коем случае не паниковать не рубить с плеча не уходить сразу там со всех торговых точек потому что кажется что они не рентабельно оглядеться посоветовала